Рост цен на автомобили за последние несколько лет достиг рекордных скоростей. Стоимость новой отечественной машины может достигать 3 миллионов рублей. Импорт на китайского бренда 5 миллионов. Прайс неприлично завышен и уже сравнялся с ценами на квартиры в Барнауле. Объем продаж упал, многие водители присматриваются к поддержанным авто. Но и там цифры зашкаливают. Наблюдается некий такой хаос, я бы его так сказал. Даже в нашей любимой вторичке. Все видят, куда уже цены улетели. Невероятные какие-то цифры. Вторичка стоит. Обычная наша привычная машина, которая стоила всю жизнь 900 тысяч. Мы ее могли себе позволить купить, она почему-то сейчас уже полтора стоит. В общем, вот такая вот картина непонятная. Вторичка дорогая, привычка неподъемная. В ближайшее время импортные машины станут еще дороже. Параллельный импорт могут закрыть. Сегодня завозить авто по параллельному импорту намного дешевле через страны Евразийского экономического союза, а не напрямую. Получается, что деньги идут мимо российского бюджета. 1 апреля решено лазейку закрыть. Предполагается, что при ввозе в Россию будет доначисляться разница в размере таможенного сбора. Это попытка защитить рынок, сформировать вот этот самый цивилизованный рынок, чтобы машины продавались через дилеров. Но мы живем в России, где наличие жестких законов подразумевает необязательное их исполнение. Как везли серяк, будут везти. Еще одна проблема, которую поднимают автоэксперты – отсутствие выбора на российском авторынке. Европейские, корейские, американские, японские машины из-за санкций ушли, официально зашли китайские. Планы у Поднебесной продать россиянам в этом году – миллион триста тысяч машин. Потенциальных покупателей при таком раскладе волнует не только цена вопроса, но и качество обслуживания автомобилей китайского бренда. Но при этом сервиса, аналогичного европейским брендам и корейским, и японским, его нет. Соответственно, доступность к информации нулевая и к запчастям. Возможно, какое-то время будут выигрывать официальные дилеры, потому что у них этой информации больше. Мне кажется, она тоже не стопроцентная, потому что мы точно знаем, что у официальных дилеров, каковыми себя называют автосалоны, точно есть проблемы с наличием запчастей. То, что касается автомобилей наших, непосредственно я могу сказать только за свою марку – это «Эксид» и «Донгфэнг». На сегодняшний день проблем с поставками запасных частей у нас нет. Естественно, есть детали, которые реже пользуются спросом. Там будет срок поставки. Ну, допустим, к примеру, у нас вышла новая модель «Рэкс». Машина попадает в аварию, и в течение двух недель мы привозим запчасти. Автоблогеры поясняют, что некоторые дилеры не так оперативно привозят запчасти. Сроки достигают порой двух месяцев. Тем не менее, китайские машины в России крайне популярны, отмечают эксперты. У них, конечно, нет философии, как в европейских или американских, но она со временем появится. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Владислав Ковалев. День с толком.